Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы вместе с вами рассматриваем Евангелие от Марка. И сегодня читаем восьмую главу. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть». Вот какое удивительное дело, что вот эти вот люди простые, услышав о Христе, буквально бросали свои дела, забывали о пище, о своем каком-то вот земном комфорте, и тут же устремлялись послушать Христа. И вот они находились уже целых три дня при Спасителе, а есть уже нечего. И Господь проявляет о них обычную такую вот земную заботу. Даже в земном отношении Спаситель состраждет людям и готов всегда помочь. И вот Он говорит ученикам, «Если неевшими отпущу их в дом их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И вот удивительно, что Спаситель прекрасно знает, что многие из этих людей, они пришли издалека. Если их отпустить, то в дороге они ослабеют. И получается так, что Спаситель, вот Он пришел не только, чтобы благовествовать Евангелие, но в том числе и заботится о наших вот каких-то земных нуждах, скорбях, о наших вот человеческих немощах. Потому что бывает так, что если ты лишен сил физических, то ты не сможешь и духовное слово воспринять. Потому что мы состоим не только из души, но и из тела. Поэтому заботиться, конечно же, христиане должны как о душе, так и о теле. И эту заботу о людях проявляет уже сам Христос. И вот ученики удивляются, отвечая, «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» А ведь такая ситуация уже была, когда Спаситель накормил пять тысяч человек. И апостолы почему-то забывают об этом. Но вот Спаситель пытается им напомнить и спросил их, «Сколько у вас хлебов?» Они сказали, «Семь». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их». Вот что здесь сразу привлекает внимание, то, что, конечно, у учеников вот еще присутствует такая косность. Внутреннее, ну не то чтобы маловерие, но как бы неподвижность. Они никак не могут понять, что если с ними сам Христос, то Он подаст все, что нужно. Да, Спаситель не даст какого-то изобилия. Господь, Он ведь всемогущий, Он может все, что угодно. Когда нужно, Он множество рыб привлекает в сети, наполняет, Он миротворяет стихии. И если бы нужно, Он накрыл бы и царские столы для этих людей. Но нам, людям, это не полезно. Если у нас будут такие вот царские трапезы, мы быстро начнем развращаться, погружаться в страсти. А ведь Спаситель пришел ради чего? Ради того, чтобы мы были свободны от страсти. Но необходимого Он нас не лишит, Он подаст. И вот рассаживаются на землю, Спаситель берет семь вот этих хлебов, немного рыбок, воздает благодарение Богу Отцу, благословляет эту трапезу и дает ученикам, и они раздают народу. Таким образом, вновь вот это второе чудо чудесного насыщения людей, ученики здесь причастны этому чуду, но в каком-то смысле они просто вот как ведут себя, как такое вот опосредованное начало. То есть Господь дает им, они дают людям, но еще сами до конца не могут этого осмыслить. И только когда Господь вот насытил этих людей, тогда Он их отпускает. Вот так и мы должны в своей реальной жизни не только проповедовать, но стараться все-таки помогать тем, кто страждет, тем неимущим людям, которые зачастую находятся рядом с нами. И может быть, даже они не просят, как вот эти люди не просили Спасителя накормить их. И не ради хлеба и вот этих рыбок пришли они ко Христу, но Он, видя их голод, проявил заботу. Так и мы должны замечать вот этих вот голодных, страждущих. Иногда кто-то попрошайничает, а он не настолько нуждается. А другой человек молчит, а он, может быть, умирает от бедности. И вот наша задача быть внимательными, замечать таких людей и помогать им. И тотчас, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далманувские. Господь идет дальше, и вот наступает совершенно новая картина. Там были люди верные Христу и простой народ, который с доверием относился к Спасителю. А здесь его встречают уже немножко другие люди. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся рода сему знамени. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Вот представим ситуацию, что встречаются вот эти вот наглые, гордые люди, которые надменно относятся ко Христу, к его ученикам. И они гордо требуют. Но если вот ты действительно такой чудотворец, покажи нам знамение с неба. Ну, знамение с неба, допустим, чтобы солнце остановилось, вот как во время битвы, которую Иисус на вин ввел, когда вот они вступили в землю обетованную, и день заканчивался, и Иисус на вин воззвал к Богу, чтобы солнце остановилось. Действительно, это было такое знамение с неба. Или когда пророк Илья с неба не сводил огонь, да. Вот, но здесь-то какая ситуация, что мы видим гордых надменных людей, которые категорически настроены против Христа, и почему он должен идти вот на поводу их вот этих надменных требований. И еще какая ситуация, что Спаситель никого чудом не пытается завоевать, вот специально расположить к себе. Пусть располагаются добрые, отзывчивые сердца ко Христу. Кроме того, все чудеса, которые совершал Христос, они носили сугубо вот практический характер, то есть они имели вот конкретное применение. Вот, допустим, больной человек, который страдает и который просит, а может быть, другие за него просят, но это конкретная нужда. Господь исцеляет. Вот там какой-нибудь слепой, да, или бесноватый мучается. Господь освобождает этих людей. А здесь-то, здесь мы видим испорченность человеческого «я», самозамкнутость на себе. И эти люди не хотели в себя впустить свет Христов. И какой смысл было являть им чудо, чтобы после этого они от досады со злобой произносили «Ах, ты еще и чудеса творишь?» Они знали о чудесах Христовых, они слышали об этом. И кто хотел, мог это тоже увидеть. Но ради вот этого надменного, гордого требования чудеса совершать смысла не было. И в этом как раз вот и тайна христианства, что на показ демонстративно вот так вот выйти на сцену и показать перед кем-то какое-то чудо. Христианство никогда не совершает этого. Вот как у преподобного Паисия Святогорца был такой случай, когда, точнее, он рассказывает про юношу, обратившегося ко Христу, но некогда еще маленьким ребенком этот юноша был посвящен в оккультизм. И он жил на Тибете, общаясь с тамошними колдунами. И вот когда он отправился посетить своего родного отца, то в аэропорту он увидел православного священника. Одежда священника его поразила. Вот он подумал, что здесь тоже что-то необычное. И начал, вот решил познакомиться и стал перед батюшкой демонстрировать свои чудеса. Он как бы в живой картине изобразил перед ним отдаленные галактики. По его мановению руки, как бы по мановению волшебной палочки, стакан сам собой наполнился водой. И потом он говорит священнику, может быть, и ты тоже покажешь какое-нибудь чудо. И вот в этом как раз расхождение между оккультными и истинными чудесами священник ему говорит, мой бог, бог смиренный, потом берет нательный крестик, протягивает этому юноше, говорит, на, вот, возьми. Тот взял в руки и говорит, а попробуй теперь совершить какое-нибудь чудо. И тут этот юноша видит, что у него вся чудотворная способность исчезла. И те духи, которые служили ему, они робко стоят в стороне и уже не могут к нему приблизиться. И вот так он понял, что вот эти напоказ совершаемые знамения на самом деле это вот как мыльный пузырь, который переливается на солнышке, но дунь на него, и он лопнет. А на самом деле никакой подлинной силы нет. И вот так наступает у него в душе перелом. Он посвятил себя Христу, сам стал христианином, хотя и вел потом такую серьезную брань против духов нечистых. Вот в этом и суть, что Господь напоказ чудеса не совершает. Но когда ты вместе со Христом, то в нужный момент Господь совершит для тебя чудо. И вот Спаситель вместе с учениками садится в лодку, отправляется на ту сторону. Читаем дальше. «При всем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой в лодке, а он заповедовал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. И рассуждая между собою, говорили, это значит, что хлебов нет у нас? Иисус, уразумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окамененно у вас сердце? Имея очи, не видите? Имея уши, не слышите и не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. И сказал им, как же не разумеете? Ученики, они следуют за Христом. Они доверяют Спасителю, но многого еще не понимают. И вот у них только один хлеб. Скорее всего, это были вот такие лепешки, которые в израильской земле, вот до сих пор там они продаются, эти лепешечки. Конечно, для них это было мало, но ведь раз с ними сам Спаситель, то, конечно же, он не оставит. Все, что нужно, будет подано. И в нашей жизни это всегда. Когда мы доверяем Господу, доверяем себе в руки Божьи, то помощь подчас приходит неожиданно, потому что Господь не оставляет нас. И Спаситель им образным, таким вот приточным языком говорил, берегитесь закваски фарисейской, закваски иродовой. То есть надо заботиться не о хлебной какой-то закваске, а это речь идет о том, что вот этот вот дух фарисейский, что это за дух? Я бы назвал его таким духом, на самом деле, подлости и лукавства, потому что эти люди всегда старались найти что-то отрицательное. Вот как и сейчас бывают, знаете, некоторые атеистически настроенные, агрессивно относящиеся к церкви люди, которые о церкви хотят говорить только отрицательно и пытаются выискать что-то темное, мрачное. И не видят всего того, что христианство сквозь века принесло людям, и как души человеческие они преображались и от греха переходили к добродетели, от тьмы к свету, как те, отчаявшиеся, обретали в жизни смысл, возрождались и начинали другим приносить помощь. Вот эта вот закваска фарисейская, то есть лукаво-подлое отношение, когда ты не хочешь разобраться в истине, а просто вот ищешь, где бы придраться, чтобы выискать темное, скверное. Вот этого и нужно нам всегда остерегаться. Приходит в Вифсаиду и приводит к нему слепого и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно и послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. Вот такое удивительное чудо, которое приводится только в Евангелии от Марка, к Спасителю приводит слепого с просьбой прикоснуться к нему. Спаситель, он предпринимает особые такие действия. Во-первых, он выводит вон из селения. Вифсаиды, кстати, это что за город? Это город, из которого были апостол Андрей и апостол Петр, и Иоанн и Аков, братья Завидеева, тоже оттуда были. Но при этом в Вифсаиде далеко не все принимали Христа. И, может быть, из-за неверия многих жителей он подальше от этого селения выводит слепого. Он плюнул ему на глаза и возложил на него руки. Вот Христос, воплотившийся Бог, и в нем все человеческое освящено. И, как писали святые отцы, самое плюновение Христа, оно становилось божественным, то есть чудотворным. Он возлагает руки, но исцеляет слепого не сразу, а как бы в два таких этапа. Поначалу ему дается частично зрение. И он говорит, вижу проходящих людей, как деревья. То есть некие вот фигуры, передвигающиеся. А после этого... Вот, кстати, святые отцы, они о чем говорят? Что, может быть, у этого слепого у него тоже недостаточно было веры. И поэтому спаситель для того, чтобы возрастить веру в него, в его душе, поначалу его частично исцеляет. И вот он уже частично прозревает. А после этого дает ему полное исцеление. И стал он видеть все ясно. И вот еще святые отцы обращают внимание нам на этот случай и дают такое вот аллегорическое толкование. Дело в том, что все мы по своим грехам являемся слепыми. В духовном смысле. Грех ослепляет человека. Если ты давно предан какому-то греху, то даже подчас и не видишь. И многие люди так и говорят, а что тут плохого? Если я где-то там урвал, украл, присвоил, если я там кого-то обманул, подвел, изменил. Человек, живущий во грехе, не замечает самой тяжести греха. И вот нужно прозреть. Когда человек приходит вот по каким-то обстоятельствам вдруг, перелом его жизни наступает, и он обращается ко Христу, то прежде всего тоже, вот как этого слепого Господь вывел из селения, Спаситель и нас выводит из вот этого, этой шумной суеты мира сего, где кто-то продает, покупает, куда-то спешит, торопится. Для встречи с Богом нужно внутреннее безмолвие. И человек, даже если он живет в городе или в деревне, он внутренне начинает отходить от этой суеты. В его сердце вдруг появляется такой вот покой, и он, обращаясь ко Христу, начинает прозревать и видит свои грехи, в которых начинает исповедоваться, каяться, расставаться, и видит более духовных смыслов, начинает больше рассматривать в окружающем. И если поначалу мы все подчас тоже смотрим на других людей, как на некие деревья, даже вот есть такие выражения, что вот он там дуб дубом, когда людей называют по имени какого-то дерева. то есть такое пренебрежительное отношение, то со временем у нас тоже наступает духовное прозрение, и мы начинаем видеть все-таки живого человека в нашем ближнем. Это не просто какие-то вот деревья бездушные. Даже если есть немощи у других людей, они все-таки тоже образ Божий. И вот такое прозрение наступает по мере духовного пути. Господь исцеляет нас, и мы уже радуемся другому человеку, а не обижаемся на него или осуждаем его. Мы смотрим на мир уже более чистыми и ясными глазами. Вот так вот исцелился этот человек, и таким путем исцеляемся все мы. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение. Видимо, жители Версаиды, они, ну, не готовы были принять вот такое чудо. Может быть, тоже, как фарисеи, они стали бы возмущаться или говорить, да нет, ты по другой причине исцелился. В общем, чтобы поменьше было там шума из-за этого чуда, он, ему заповедуют жить уже в другом месте. А после этого Спаситель дает своим ученикам особое откровение. Вот, что мы об этом читаем. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди. Они отвечали за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков». То есть кто-то, вот как Ирод, Антипы, считал, что это, видимо, Иоанн Креститель воскрес и стал совершать вот такие чудеса. Кто-то считал, что это пророк Илья пришел с неба и совершает поэтому тоже чудеса. Ну, третьи говорили, что это просто пророк. И на протяжении всей истории люди вот так вот по-разному относятся ко Христу. Кто-то вообще говорит, что его не было. Кто-то говорит, что, ну да, это вот был такой человек, но Евангелие это вымысел, а кто-то говорит, да, это вот был человек, но особо одаренный, и только небольшая часть людей, которые своим сердцем близки ко Христу, прозревают, кто же есть Христос. И вот Спаситель обращается к ученикам с вопросом. «Он говорит им, а вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ, «Ты Христос». Вот это такое удивительное откровение, которое в данном случае излагает апостол Петр. И в другом Евангелии от Матфея там сам Спаситель восхваляет веру Петра и говорит, что не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец, который на небесах. То есть вот это вот прозрение, это было тоже действие благодати Божией. Но в Евангелии от Марка эти слова не помещаются. Почему? Дело в том, что Евангелист Марк, он как раз был учеником Петра. Он не входил в круг двенадцати апостолов. И он писал Евангелие со слов самого апостола Петра. И вот Петр старался себя не восхвалять. Поэтому в этом Евангелии опущено вот то, как Спаситель восхваляет веру Петрову. А просто он приводит, записано так, что Петр сказал в ответ, ты Христос, то есть ты и есть вот тот обетованный Мессия, и запретил им, Спаситель запрещает им, чтобы никому не говорили о нем. Потому что люди еще не были готовы принять это. Правда тоже иногда должна открываться постепенно. И для народа того времени нужно было подготовиться и пройти какой-то определенный путь, чтобы принять уже Иисуса из Назарета как Христа. И вот когда Спаситель делится этим откровением, точнее, Петр его излагает по божественному действию, после этого Спаситель открывает, а зачем он здесь на земле явился и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорила всем открыто. Но вот ученики, конечно, не могли еще понять. Вот только что стало ясно, что он Христос обетованной Мессии, и тут же вдруг он говорит, что ему должно много пострадать, быть отвергнутым, и даже убитым быть. А после этого воскреснуть, и у них в голове вот просто какая-то неразбериха, каша, как это так, вот он здесь исцеляет, он воскрешает других, а как это он будет сам убит. и они не 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 понять суть этого. Вот вспоминается, как один еще античный философ, который жил задолго до Рождества Христова, он произнес такую мудрую мысль, что если бы истина родилась на земле как человек, если бы истина стала жить среди людей, то люди не просто бы ее не приняли и отвергли, они подвергли бы ее просто самым страшным пыткам и даже постарались бы ее убить, потому что общая жизнь людей она иная, она противоречит истине. И вот на самом деле вот эти слова античного философа, они стали своего рода даже как тоже такое пророчество, философы искали истину, что когда свет пришел в мир, да, а дела людей злы и люди возлюбили тьму, то понятно, что истина в каком-то смысле была обречена уже на страдания и на смерть от рук людей, но поскольку истина сам Бог, то истину невозможно убить, даже если убить истину, она воскреснет, потому что истина это сам Бог, а Бог бессмертен. И вот об этом как раз и говорит Христос, что да, его отвергнут, его подвергнут самым страшным каким-то страданиям и даже убьют его, но он принимает это за нас, пожертвенной любви, и он воскреснет, то есть победит смерть. Это самое главное благовестие. и говорил о всем открыто. Но тут вот происходит такой вот маленький сбой сознания учеников. Вот нет, не годится. Если Христос с нами, значит, вот он же накормил этих людей, да, не оставил их голодными, значит, никаких бед вообще не должно быть. А Господь пытается их научить, что нет, вот даже вся история христианства, она через страдания проходит. Мы должны учиться терпеть боль, но и в этой боли быть вместе со Христом. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему, то есть вот буквально противоречить, возражать, что, мол, не надо вот так вот, зачем ты хочешь страдать, да еще и быть убитым. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот кажется строгим это слово, да, а дело-то в чем? Ведь сатана переводится как противник, тот, кто противница Богу, божественному замыслу, и, конечно же, дьявол не был заинтересован в искуплении, в спасении человечества, а Христос и через страдания свои как раз и спас людей. Правда, сам сатана и не предполагал, что это будет через крест. И вот, когда Петр противоречит Христу, то есть он в каком-то смысле тоже как противник, и мы в своей жизни вот не должны быть тоже противниками Божиими. Если Господь дает нам идти через страдания, значит, вот это тоже наш путь, и в этих страданиях мы должны быть вместе со Христом, а Господь подаст вот то, что нужно, запросто в нужный момент освобождает от страданий, но через скорби душа становится лучше. «И подозвав народ с учениками своими», то есть где-то были и люди рядом, не только ученики, «сказал им, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». В этом вся суть христианства, как сораспятие Христу. «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Ну, почему вот Спаситель говорит так? Вот мы уже знаем, что такое крест, да, и в те времена, в те времена это было даже более наглядно. Почему так? Потому что римские воины, римские войска располагались на территории Иудеи, и римляне частенько наказывали через распятие, вот вспомним, допустим, восстание Спартака, когда оно завершилось поражением, то шесть тысяч вот этих бедных людей были распяты вдоль дороги, аппиевой дороги, ведущей к Риму. Их даже не снимали несколько лет специально для устрашения людей, чтобы больше не восставали. И на территории Иудеи, в разных местах, если какой-то преступник вот такой тяжкий попадался, то его подвергали распятию, и казнь рассматривалась как весьма тяжкая казнь, как самая страшная пытка и смерть. Поэтому уже в первом веке крест случил символом вот неимоверных тягостей. Но по большому счету каждому человеку в жизни дается что-то очень тяжелое, что вот хотим мы или не хотим, но оно приходит, и это надо нести. Поэтому вот эти тягости, они называются крестом. если мы хотим быть вместе со Спасителем, ведь он тоже через крест пришел к воскресению, то и мы должны взять свой крест и последовать за Господом. Возьми крест свой и следуй за Мною. А следование за Христом это заповеди Спасителя. Следует тот, кто старается быть подобным Христу. Спаситель прощал, и ты прощай. Спаситель милосердие проявлял, и ты будь милостивым. Спаситель помогал, и ты помогай. Он не делал зла, и ты не делай зла. То есть вот это путь следования за Христом. Вот дальше Господь еще уточняет. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. О чем идет речь? Вот душа, понятно, что такое. Это и собственно душа, и жизнь наша. Вот если мы замкнуты на себе, повернуты только на себя, то мы потеряем свою душу, мы не сбережем ее для вечности. И когда человек повернут на себя, то он достаточно быстро становится несчастным. он болезненно переживает какие-то обиды, утраты, он начинает ныть, жаловаться другим, потому что повернут на себя. А для того, чтобы быть счастливым, в какой-то момент надо просто забыть о себе. Забыть о себе, а идти путем Христовым и помогать другим людям. Потому что кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Всегда все будет казаться плохо, грустно, погода не такая, вокруг все не так, недовольство будет идти, потому что повернутость на себя. А нужно как бы потерять свою душу, то есть забыть о себе и следовать за Христом. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. И это ключевые слова. Фактически Спаситель говорит, что душа человеческая дороже целого мира. Потому что вот если ты приобретешь весь мир, вот взять, допустим, все золотые запасы, вот есть золотой запас, и у нас в государстве, в каждом государстве есть свой золотой запас, как некий резерв такой, который помогает в трудные времена экономики выстаивать, если собрать все драгоценные камни, которые можно найти не только на планете Земля, но может быть и где-то на других планетах, может быть их там и нет вовсе, но представить, что все богатства космоса они не сравнятся с ценностью одной единственной души человеческой. Почему так? Да потому что золото бездушно. Оно есть и есть, но ему ни тепло, ни холодно, и оно не призвано к бессмертной жизни с богом. А вот человек это живое существо, которое обладает уникальным внутренним миром. Так что у нас внутри целая вселенная, когда мы переживаем какие-то чувства, когда мы с любовью смотрим на окружающий мир, исполняемся какого-то удивления, восхищения и много чего. Внутренний мир человека не исчерпать. И вот этот внутренний мир человека, он дороже бездушного космоса. И ни кометы, ни астероиды призваны к вечной жизни, призвана душа человеческая. Поэтому она дороже всего этого. И какой смысл, если ты весь мир приобретешь, а душе своей повредишь? А вредим мы грехами души. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Никаких денег мы не сможем дать как выкуп за свою душу. То есть старайся очищаться от грехов. Искренняя исповедь, молитва покаянная Божия очисть имя грешного. Это и есть подлинный выкуп. А внешние какие-то средства они не станут выкупом. Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда приедет в славе отца своего со святыми ангелами. Вот, дорогие братья и сестры, никогда не будем стыдиться ни Спасителя, ни Креста Христова, и не будем стыдиться, когда нужно исповедовать Господа и являть добро в нашей жизни, потому что это вот только тот путь, на котором мы будем вместе со Христом, когда придет он в славе отца своего со святыми ангелами. На этом мы заканчиваем рассмотрение восьмой главы. Дай Господь всем нам быть причастным этой славы Отца Небесного, быть причастным святым ангелам. Храни всех Господь. До скорой встречи.